hi my students вот уже практически закончились каникулы скоро 1 сентября и мы приступаем к подведению итогов наших летних изысканий многие студенты занимались поиском кладов вот по нашей лекции которая здесь вот на канале есть лазоискательство это не чудо многие нашли таким путем некоторые артефакты многие ездили на дачи в колхозы работали на полях на стройках многие просто отдыхали и здесь мы рассмотрим с вами интересный вопрос который опыт который вот на отдыхе натолкнул на мысль рассмотреть вопрос о кругах на полях вот эти вот все возвращается на круги своя и вот мы возвращаясь на свои округи возвращаясь к своей учебе начнем вот с этих рисунков на полях которые нам известны еще 70 60-х годов 70-х начала когда появились первые фильмы деникина о пустыне нас к рисунках пустыне нас к потом появились фильмы где на земле с помощью карты гугла и других таких карт яндекса видно на земле некоторые большого размера рисунки даже леса вырублены есть определенные места где вырублен леса в виде изображений специальной формы изображений особенно многочисленные рисунки на полях на пшеничных ржаных овсяных и других полях где произрастают различные сельхоз растения место положение наиболее распространено в англии почему то в англии почему сейчас рассмотрим откуда они появляются эти вот вопросы здесь много вопросов и много ответов в интернете многое занимается этим вопросом специалисты здесь мы рассмотрим проанализируем все эти подходы которые тут есть и выявим рациональное зерно и свой опыт расскажу и также меры по предотвращению этих рисунков на полях которые в итоге является ну губят растение губят урожай является как раньше называли потрава на полях потрава то есть намеренное уничтожение сельхоз угодий если вспомнить что писал в сказке пишется конек горбунок кстати которые доказано что сейчас пушкин и он написал не ершов кто-то в поле стал ходить и пшеницу ворошить то есть это с древних со средних веков было замечено записано но как только появились возможность писать то люди начали эти факты записывать отмечать вот эти явления потрава на полях и естественно что помните что сказка она заключалась в том чтобы охранять это поле иванушка дурачок охранял это поле поймал в конечном счете он жеребицу там который ему подарила конька горбунка он поймал ее такую огненную белую жеребицу за хвост и сел ее оседлал и усидел на ней вот эта сказка но сказка как говорится у пушкина просто так сказки не писались как известно там есть намек и прогноз историческое подсказание и недаром эту сказку он под свои фамилии не выпустила поставил фамилию ершова который вот присутствовал на первом чтении этой сказки которую читал как раз пушкин своем доме и пригласил всех и вот он по договоренности с этим ершов но это отвлечение суть заключается не в том мы возвращаемся к теме а вот этих рисунков на полях какие тут аспекты я выделяю 4 аспекта первый аспект это метафизический это богословский аспект второй аспект это юридический правовой естественно третий культурологический аспект это в разрезе профиля академии надписей французской академии есть надписи и изящной словесности такая единственная в академия которая существует еще с 1600 1600 годов и до настоящего времени занимается менять вопросами такими вопросами но кстати говоря исследований посвященных особенно кругам на полях у в этой академии сравнительно мало присутствует они занимаются другими вещами и четвертый аспект это собственно поисковые научные аспекта здесь приведу примеры программы сетка космопоиск и уфал и всякие уфологические программы где работают такие товарищи как вадим чернобров плаксин ажажа и другие уфологи и ажажа и отец и дочь вот это на четыре таких аспекта начнем с первого аспекта первый аспект богословский что мы здесь я приведу пример ну библии будет тут ссылка на библию как с поисковой системы где можно найти любое слово в библии автоматически очень быстро вот я попытался поискать и нашел там этот момент определенная посла там есть определенной фразы что упоминается так называемой господствующей в воздухе я здесь приведу внизу эту фразу и ссылку на нее единственное упоминание в библии о господствующем воздухе который по сути является противником христа и ангелы его располагаются в воздухе вот здесь скинуты с неба архангелом михаилом суда на землю вот и здесь они дожидаются свою конструктивную работу проводить до страшного суда и вот эти значит сущности которые материализоваться не могут но посредством человека могут творить различные дела в частности попытаться вырваться в космос поскольку они здесь заключены как вот под немом чужим песня поется здесь под немом чужим небо это божье для них чужое и они хотят вырваться отсюда ну на ком лошадь лошадьми для них являются люди вот поэтому люди так страстно все единым порывом стремятся вырваться в этот космос хотя для человека человека конкретно это ничего не дает кроме истощение ресурсов земли истощение человеческого запаса и порчи генетического материала вот это богословский аспект естественно раз господствующие воздухе значит но согласно библии вот эти ангелы которые падшие ангелы противники живого бога они эти ангелы сброшены и между собой они тоже враждуют у них земля разделена известно что там есть определенная сетка деление земли и и воды и вот в частности территории тоже они делят и поэтому вот мы видим что в некоторых местах такие отметины даются как вот зверь вот делит свои угодья там медведь и так далее замечает ну конечно метится это так чтобы с воздуха было видно раньше авиации не было у них они свободно перемещаются в воздушном пространстве образуя так называемые для нас видимые нл о иногда не проявляются в виде нл о так называемых вот это такой библейский аспект он отвергать его так сразу вот нельзя практически спинтально показано вот святые оцен на протяжении более около двух тысяч лет более двух тысяч лет занимается этим вопросом и не рекомендует вообще даже смотреть и обращать внимание на эти явления так называемые нл о потому что это говорит вообще душа вредно и только может привести к негативным последствиям ну о чем здесь вот ютьюбе мы многие факты отрицательно воздействия вот этих нл о на людей мы видим второй аспект это юридический или так называемый правовой аспект здесь что следует отметить что вот эти так называемые круги связанные с нл о мы наблюдаем это в первом аспекте во втором аспекте мы наблюдаем круги связанные с деятельностью человека и эти люди значит они сами рисуют эти круги на полях подражая значит кругам естественным которые образуются от природы деятельности воздушных господи сущего воздухе естественно тут сначала подражали делая простые круги потом более сложнее не усложнять я здесь дам ссылки на все эти рисунки будут ссылках можно рассмотреть эти ссылки и рассмотреть как изменяются эти круги они все сложнее и сложнее но видно что работал человек и там где вот на полях есть борозды от техники от сельхоз техники то это почти на 90 с лишним процентов это деятельность человека они по бороздам проходят и и здесь в интернете даже есть инструкции как делать эти круги на полях инструкции для любителей начиная от того что надо договориться с фермером то есть заплатить фермеру за эту потраву а потом значит сделать себе имя через газету через средства масс информации чтобы обратили внимание на их художество и фермеру хорошо у него туристы появляются и и так далее особенно вот в англии фермеры этим пользуются с юридической точки зрения вот что касается пушкинской сказки то там явно по траву это преследовали царь преследовал и поставил вот охранников туда вот в это поле наблюдать это в сказках часто проявляется то яблоневый сад охраняет то поля и так далее царь дает указание там ловится жар птица ловится то вот этот вот конь который вот делают эти круги естественные на полях нечеловеческой природой уже делаются эти круги и все равно там от отлавливается это показано что отлавливается можно их отлавливать вот таким образом а юридически что касается практически исковых заявлений никто не подавал из фермеров редко только вот один фермер я в интернете нашел что один фермер показал что у него ущерб на 2000 долларов вот эти круги вот на 2000 долларов он пострадал подал он такой исковое заявление а другие не подавали потому что они наверняка в теме и это им тоже выгодно с точки зрения туризма кстати говоря вот вадим чернобров жалуется в своем обзоре у него есть обзор тоже про круги на полях большой здесь в ютьюбе есть и он жалуется что поступает заявление кругах мы приезжаем округе оказываются человеческого происхождения и причем сделано так культурно все уже техника отработана даже сыпят опилки чтобы показать присутствие какого-то ну внеземного объекта опилки железные сыпят на места этих кругов вот это такая юридический вот аспект это явно криминальный характер или там потрава что касается если взять сельхозугонник государственных то тут явно потрава и ущерб здесь преследование естественно должно быть согласно уголовным кодексом стран соответствующих но я повторяю что в англии очень много кругов но практически никто не обращался культура логический аспект это следующее вот в плане по линии французской академии надписи изящной словечности сейчас уже дело дошло до того что компьютерная техника развивается очень сильно и поэтому появились программы такие графические фото программы photoshop corel draw которые другие которые позволяют вплоть до мультфильмов рисовать и также комбинировать фотографию поля и свои художества там насчет кругов и всяких таких фрактальных вещей на полях то есть это чисто художественно как вот есть рисунки наскальные рисунки первообытного человека и как вот наши туристы рисует здесь был вася также вот здесь они в интернете пытаются свое художество протолкнуть как надпись также вот дети рисуют на стенах только дом вот выкрашен вот дома вот покрасили все красиво все приходят школьники с этими с красками с черными всякими и разрисовывает этот дом в пух и прах вот тяга просто художеств вот это вот такая вот она с одной стороны как говорится на грани что-то художество и криминала тоже тоже потрава в отношении при помощи живописи уничтожение других ценностей а там они свои граффити на стены рисуют вот так же в интернете тоже очень много практически больше 90 процентов как отмечать чернобуров вот таких вот изящного искусства и даже без выхода на реальную натуру а просто использованием грамотным использованием этих графических программ которые кругом в интернете имеются и последний аспект это вот научно-поиск аспект по программе сетка космопроиск чернобров плаксина жажа и другие следует отметить что я вот 10 лет работая войсковой части тоже столкнулся с тем что мне однажды предложили оформлять вот эти вот отчеты по появлением НЛО над территорию части у нас в комнате со мной сидела два старших офицера которые он занимались тоже этим и мне предложили тоже оформлять вот эти вот явления всяких свечений и так далее над территорией части но я отказался в связи с занятостью под по более приближенным земным вопросом и это такое тогда научные ценности не представляли наблюдение поскольку они противоречили конкретным задачам вот этой нашей работы я здесь лекцию читаю и вот значит в связи с этим поскольку вот это программе сетка такой вопрос стоял эти отчеты писались и по ним уже доклад вот делать плаксин лаксин есть соответствующие не министерство обороны где он работает вот это вот не собирает всю эту информацию по программе сетка всякие работы кроме этого этим с таким же вопросами занимались и войсковой части 1001 это савельев и другие товарищи там генерал савельев он занимался чем он устанавливал контакта с устанавливал контакт с неземными сущностями потом правда эти программы у него прекратились им финансирование обрезали федеральной службы охраны тоже занимался утрогозин генерал он тоже через гипноз пытались связываться с с разумом неземным разумом и задавать вопросы ответы гипноз имеются контактеры с ними работают тоже контактеры все это занимается и в том числе и военные и гражданские вот такие четыре культурологических аспекта по кругам на полях а вот какие вопросы почему именно круги чаще всего что обозначить почему именно круги изображаются что такое солнце планеты монады атомы или центр обетования центр обетования это первый вопрос направлении закрутки колосьев чаще всего против часовой стрелки но имеется и туда и сюда это уже деятельность человека потому что так красивее получается и туда и туда так лучше блестит и фотографируется имеется кстати такой вопрос что это делается специально людьми для того чтобы настроить фотоаппаратуру аэрофотоаппараты расположенные в ближнем космосе на спутниках такой аспект тоже гипотеза есть и еще вопрос почему чаще всего только на культурных полях только на культурных полях это все по трава делается такая и в ближе вблизи населенных пунктах такой вопрос следует и самый главный вопрос это знак для кого он рисуется если это не люди но если люди мы уже понимаем а это для людей делается и для слава слава для известности для популярности для сми подогревание вот этого сми и авторитета власти что мол вот власть у нас связана с анапланетянами американский президент связан с анапланетянами но почему это делается это понятно потому что на выборах как это авторитет президента резко возрастает если он связан с анапланетянами и конечно за него за такого умного будут голосовать но на самом деле это ложь стопроцентный никто с ними связаться не будут для ведь если разум он есть разум то для него что президент что простой человек это совершенно не лицеприятен этот разум то вот поэтому совершенно неинтересно даже президенты как они полностью уже в руках этих инфернальных сущностей и не надо никакой связи потому что они сами по себе есть связь с инфернальной сущностью материализованной причем вот для кого рисуется вот видимо для по типу здесь был вася это люди делают и для авторитета и почему ненадолго вот на время летний период только урожай уберут и конец этим кругам там уже ничего не остается вот вопрос и значит результаты ну расскажу об одном случае в котором который я был очевидец когда между деревней устья и селом опухтина проходил по тропе по по дорожке и слева было льняное поле и на льняном поле прямо у края очень аккуратный кружочек наблюдали со мной был ветеран войны иван анисимович баранов он обратил внимание на этот круг я даже проходя не обратил там рядом росли дубы так я предположил что это просто свиньи кувыркались таким но он же не обратил внимание говорит как же вот свиньи они же беспорядочны где-то вход должен где-то выход выхода не входа нет и аккуратно так все уложены в центре небольшой пучётик оставили ну как классический вот это либо от шаровой молнии либо вот от анло классических круг на льняном поле очень аккуратно уложены прямо как волосок волоску против часовой стрелки вот такое мое было наблюдение после этого как раз спустя некоторое время в этом же районе около села губина видел анло ну кило конечно огромных размеров с с причаленными по бокам еще маленькими кругленькими нлошками которые были как бы вот около корабля основного некоторые вспомогательные мелкие кораблики вот типа такого рисунка было вот вот такой рисунка ну конечно это было громаднее солнце ведь одного корабля не было на месте его было черное вот как ромашка такая большая ромашка была в небе и вот это вот ромашка она но была и причем она гораздо крупнее солнца было намного солнце было у меня сзади на восходе а на западе была вот эта штука была ярче конечно тысячи солнц как говорится из-за из-за сала чала свет пришлось уйти от нее в тень звук оттуда был голос разносился но значит поэтому вот такой вот комбинированное в этой местности было это я наблюдал лично о чем могу вот свидетельство это не не человеческое проявление но у типа вот как вот говорят от господства еще в воздухе вот такой пример что здесь мы можно еще какие вопросы у нас есть гипотеза гипотеза как его какая если это внеземное то это два варианта либо вот от господствующих в воздухе либо второй вариант там еще может быть момент связанный с машинными времени что это метки для машин времени пространственно временная метка дается чтобы им в определенный попасть период к нам из будущего и ну или может быть из какого-то цивилизованного прошлого посещение удобно совершать летом местности обитаемой чтобы но чтобы мало было свидетель в то же время в городах мы реже видим их машины времени образуют шаровые вращающиеся плазмоиды на видео со спутника видно как такая вот машина захватывает самолет малазийских авиалиний есть такой в ютюбе и на другом видео из камеры видеонаблюдения было видно как нло такой вот шаровидная яркая захватывает корову поднимает вверх на световом луче реально много кругов стало в англии сша вероятно вот явилась одной из причин срочной вокс эвакуации англососонских и еврейских миллиардеров в аргентину в китай с выводом капитала золотого запаса почему потому что им известно так же как вот в ютюбе тоже известно что круги на полях просто так если они не не человеком сделано они просто так не появляются значит отметка для данной местности что здесь будет коренная перестройка в древности тоже были в период средневековья было период мощного технического тоже прогресса когда вот леонардо да винчи было в те времена тоже было очень много кругов европе отмечалось на картинах нарисовано и эти все явления в конечном итоге сопровождались пандемиями на животных и и людях в первую второй мировой войне тоже сопровождался массовым пролетом нлоу сегодня уже икона и к политические образователи по обозреватели предсказывать бактериологическую войну частью она уже идет генетическую химическую вот билл гейс в этом участвует вот о чем говорит степан димур здесь в ю тюбе ну в то еще вот вероятность такая есть что также как вот гербы ставится свои печати чтобы эту местность застолбить за определенными видами вот этих нлоу поскольку они прилетают видимо с разных концов вселенной из разных пространственных измерений то определить свою территорию чтобы друг другу не мешать потому что были случаи и заснято что вот эти нлоу между собой сталкивается дерутся и друг друга уничтожает имеется случай падение этих нлоу вплоть до южного полюса это столкновение такие наблюдались от северного до южного полюса ну и что вот что произошло вот в моей практике в этом селе губина где вот наблюдал я это нлоу что после этого произошло значит с людьми во первых на животными стало происходить что-то невероятное например кошка вот у этого ветерана у моего его на 10 баранова она буквально взбесилась начала бросаться на людей цепляется в руку и не отхвай не оторвешь и шипит и между тем мышей она перестала трогать и мыши по ней ползает и хоть бы что и кошка вскоре исчезла дальше начали гореть дома друг за другом сразу три дома с небольшими интервалами сгорело с людьми тоже один сошел с ума повесился ни с того ни с сего был человек нет второй начал его брат начал поджигать столбы эти столбы связи телефон телефон на телеграфные столбы один просто в поле на найден был мертвым просто в поле был найден мертвым ни с того ни сего болда здоровый все много также людей просто один за другим скончались очень быстро 5 сгорел женой и собакой прямо в доме сгорел и женой и собак хорошо ребенок был в детдоме три здоровых мужика померли одного нашли в поле мертвым и это не считая о естественно ушедших ветеранов и пенсионеров вот это в этом селе то есть большая перед перестройка в это не в селе в деревне что интересно в селе как раз и ничего не было в другую местность поехал я где вот село на самом деле есть и сохранилась церковь там крест и от от креста идет заземление и там ничего даже и не наблюдали никогда этих не кругов ничего поэтому вот предложение такое если мы захотим свой пассив защитить вот от этого всего явления то надо поставить вот такой заземлитель вот такой заземлитель штырь очень острый воткнуть посередине этого поля для того чтобы он и электрические заряды накапливаются который перед появляется перед появлением вот этого нлоо местность заряжается благополучно в землю они утекают и более легкий проход им через чем через все вот эти пассы посева рисоваться видимо это переход энергии снутри земли и с внешней оболочки на внутреннюю оболочку земли такой переход электрический переходит перезарядка поскольку разные формы полей при этом получается вот и разные рисунки то но если если не считать конечно человеческих нельзя путать человеческие те более проще которые не человек как говорится не по не подчиняется человеческим законам они проще по своей форме и больше подходят под формы колебания мембраны формы колебания волн волноводах и так далее вот такие аспекты у нас появляются в поле я не буду к за касаться таких глобальных проблем как лесные пожары которые сейчас пылают и воздействие всяких установок типа харп и так далее мы этого вопроса вопросов касаться не будем вот отсеем просто мох от котлет как говорится и человеческий фактор отделим от тех научных и исследовательских проблем которыми занимается как раз такие группы как сетка космо поиск и другие и вот академия надписи французской академии наук вот такие итоги у нас есть с полей интересные с наступающим вас новым учебным годом желаю бодрыми и загорелыми приступить к учебе благополучно будьте здоровы спасибо за внимание